Приветствую всех! Клуб Шахматный Феникс продолжает проводить конкурс на лучшую партию. И очередную партию, которую прислала Светлана Камская, член нашей группы, прокомментирую я, Олег Саламаха. И давайте смотреть. Присаживайтесь поудобнее. Светлана прислала поистине великолепную партию. Я попытаюсь ее прокомментировать, как-то так довольно красочно, чтобы вам было интересно. Ну и давайте смотреть. Светлана играла белыми. Е4, Д6, Д4, конь Ф6, конь С3, С6, слон Е3, конь Д7, Ф3, Е5. С перестановкой ходов получилась позиция, характерная для защиты Филидора. Ферзь Д2. Стандартный план белых это сыграть 3-0 и атаковать пешками на противоположном фланге. Слон Е7 сыграли черные. Ж4. Вот он, пешечный штурм начался. Х6, Х4, ЕД. Черные сдают центр, но намечают контр-игру. В принципе, на фланговые действия нужно возражать действиями в центре. Поэтому черные все действуют грамотно. Да, нужно пару слов сказать о сопернице. Соперницей Светланы была Елена Агапкина, то есть играли две девушки. И уровень у них примерно кандидата в мастера спорта. То есть уровень достаточно крепкий. Слон бьет Д4. С5. С5, ход который можно пожурить, ход явно ошибочен, так как черные явно запаздывают с контр-игрой. Конечно, следовало играть не С5, а Б5 с угрозой Б4 и нешуточной контратакой. Например, рокировка, Б4, конь Е2, С5, слон Е3, ферзь А5. Мы видим, что здесь, в отличие от этого варианта, когда просто пошли С5, здесь уже черные грозно прокинули свои пешки, напали на пешку А2. Ну и после король Б1, конь Е5, у черных достаточно сильная контр-игра. Конь, например, грозит выскочить на поле С4. С5, слон Е3, конь Е5, рокировка, А6, слон Ж2. Слон Ж2, ход неточный. Настала пора ошибиться и нашей героине. Что ж поделать, играют не роботы, а две прекрасные половинки человечества. Намного жестче было сыграть ферзь Ж2. Слон Е6. Значит, если здесь сыграть Х5 с черными, то есть препятствовать, Ж5, конь Д7, но тогда конь А3, Б5, слон Е2, слон Б7, Ф4, конь Ж4, слон бьет Ж4, АЖ, ферзь бьет Ж4, Б4, конь Д5, слон бьет Д5, ЕД, и положение белых здесь явно лучше, так как они вскоре уже просто прокинут здесь пешки. Конь у них при случае может устремиться в центр, ладьи выйдут на открытые вертикали. В общем, здесь положение белых явно предпочтительнее. После ферзь Ж2, например, если сыграть самым логичным образом, это просто развить слона, слон Е6, тогда последует Ж5, конь Д7, Ф4. Мы видим, что каждым ходом белые нападают на фигуры. Конь С4, слон бьет С4, слон бьет С4, конь Ф3, ферзь А5, ну и просто король Б1. И положение черных явно очень тяжелое. Мы видим, что пока король здесь застрял в центре, пешка на Д6 слаба, у белых очень хорошо развиты все фигуры, а никакой атаки здесь на белого кроля пока не предвидится. Но было сыграно слон Ж2. Ферзь Е2, и теперь Б5, король Б1, ферзь А5, с опаснейшей контр-игрой у черных. Здесь контр-игрой у черных все-таки нельзя недооценивать, так как у них тоже уже пешки очень грозно приблизились к белому королю, и при случае там конь Е5, Б4 начнется серьезная атака. Но Б5 сразу, Ж5, ход, который мог обойтись нашей героине очень дорого. Белые не учитывают контур-игру соперницы. Нужно было обезопасить себя сначала ходом Б3, чтобы на Б4 ответить конь А4, ферзь А5, и теперь уже Ж5. И если здесь, например, конь С4, такой вот тычок, то просто ферзь Е2, конь бьет Е3, ферзь бьет Е3, конь Д7 и Ф4. И снова позиции белых здесь предпочтительнее. Они сыграют Е5, слон у них с Ж2 начнет стрелять, и белые стоят явно лучше. Но Ж5, АЖ. Сыграя соперница, конь С4, вот здесь вот вместо АЖ, тогда ферзь Д3, АЖ, АЖ, ладья бьет Х1, ЖФ, ладья бьет Ж1, слон бьет Ф6. Белым надо было бы доказывать, что их инициатива стоит потерянной пешке. Впрочем, после Ф4, конь бьет Е3, такая вот начинается тактическая рубиловка. Ладья АЖ1, угрожая ладья АЖ8, нельзя играть ферзь бьет Е3 по причине слона Д4. Здесь все понятно. Ладья АЖ1, Ж6, препятствуя ходу ладья АЖ8, Е5, нападаем на слона, и слон открывается на ладью. Конь бьет Ж2, ЕФ, опять угрожает ладья АЖ8, поэтому ферзь бьет Ф6, ход вынужденный. Тогда ферзь Е4, шах, король Д7, ферзь бьет А8, ферзь бьет Ф4, шах, король Б1, конь Е3 и А4. Возникала безумная иррациональная позиция, где у черных три пешки за качество, но совершенно не обеспеченный король. Чем бы все закончилось, не ясно. Но соперница сыграла АЖ, АЖ, ладья бьет АЖ1, и здесь последовало ЖФ. Коварнейший промежуточный ход, содержащий симпатичнейшую ловушку, куда менее искушенная соперница и попалась. Дальше начинается феерия. Ладья бьет Ж1, ошибка. Это проигрывает немедленно и очень красиво. Но понять, что после слон бьет Ф6, восклицательный знак, слон бьет АЖ1, конь С4. Мы нападаем на ферзя и на слона, но при этом белые черные без фигуры. У белых лишние фигуры, если мы сейчас посчитаем. Ферзь Д3, ферзь А5. У черных начинается мощнейшая атака. Понять это было нереально. Уж больно жалко оставаться без фигуры. Теперь, чтобы спастись белым, надо проявлять завидную точность. Е5. Например, немедленно проигрывает конь Е2. Ферзь Б4. И чтобы спастись от мата, белые вынуждены отдать ферзя, что, конечно же, не есть хорошо. После Е5. Слон бьет Е5. Ф4, восклицательный знак. Нападаем на слона и слоном с АЖ1 на ладью А8. Ферзь Б4. Ферзь бьет С4, восклицательный знак. Жертва ферзя. БЦ. А3. Ферзь Б6. Слон бьет А8. Начинается такая дикая рубиловка. Слон Д4. Ладья Е1. Король Ф8. Конь Ф3. Слон бьет С3. БЦ. Создается позиция с нарушенным материальным равновесием. Где у белых три фигуры. Если вот мы сейчас посчитаем. За ферзя и ладья. За слона и две пешки. Формально это материальное равенство. Если считать по эквиваленту. Но понятное дело, что материальное равновесие здесь нарушено. Но всего этого конечно же не было сыграно в партии. Здесь это просто вообще запредельный уровень. Такие ходы поднимать. Был сыграно ладья бьет Ж1. И вот здесь как раз ФЖ. Два восклицательных знака. Вот это неожиданность. Белая пешка неожиданно проскакивает в ферзи. Ладья бьет Д1. Шах. Король бьет Д1. Небольшая неточность. Немедленно убивала конь бьет Д1. Король Д7. Ну что делать? Бешку иначе никак не остановить. Тогда теперь на короля в чистом поле набрасываются голодные белые фигуры. Слон А3. Шах. Король С7. Ферзь А5. Шах. Король Б7. Ферзь бьет Д8. Слон бьет Д8. Слон бьет С8. Шах. Ладья бьет С8. И белая пешка, совершив заветный шаг к цели, превращается в королеву. Ж8. Ферзь. С победой. Но король бьет Д1. Король Д7. Слон А3. Шах. Король С7. Конь Д5. Шах. Король Б7. Конь бьет Е7. Слон бьет А3. Ферзь Д5. Шах. Король Б6. Затягивала, но не избавляла от поражения. Король С7. Тогда Ж8 ферзь. Ферзь бьет Ж8. Конь бьет Ж8. Вадья бьет Ж8. И слон бьет С5. Такой вот еще удар. Конь здесь подвисает. Пешка на Д6 подвисает. В общем, здесь у черных абсолютно безнадежно. Но было сыграно. Король Б6. Ж8 ферзь. Ферзь бьет Ж8. Конь бьет Ж8. Белые играют с черными в кошки-мышки. Дальнейшее без комментариев. Безжалостно побеждала ферзь бьет Д6 шах. Король Б7. Ферзь Д5 шах. Король С7. Ферзь бьет Е5 шах. Король Д7. Конь бьет Ж8. Вадья бьет Ж8. Ферзь Д5 шах. Король Е7. Ферзь бьет С5 шах. Белые обгладывали черных до косточек. Конь бьет Ж8. Вадья бьет Ж8. Ферзь бьет Д6 шах. Конь С6. Ферзь бьет С5 шах. Король С7. Слон Ф4 шах. Король Б7. Король Е2. Вадья Ж2 шах. Король Е3. Слон Е6. Ферзь Д6. Король Б6. Ферзь С7 шах. Король С5. Слон Д6 шах. Черные сдались, так как они получают мат. В один ход после король С4. Б3 шах. Так, здесь неправильно я сказал. Ни в один ход. Вот здесь вот Ферзь бьет С6. Конечно же это просто мат. Извиняюсь. Ну что, прекрасная атака, проведенная в талевском стиле. Браво! Браво Светлана Камская. Отличная партия. Отличная идея. Вот этот вот великолепный ход. Сейчас я еще раз его покажу. Который достоин диаграммы. Это ход ФЖ. Отказ от взятия слона. И вот так вот пешка любопытно проскочила в Ферзи. Ну что, думаю вам партия понравилась. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Елене будет приятно. Думаю она поборется за призы. А партию для вас комментировал Олег Сломаха. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok